Приветствую, друзья, на канале Atamon of Life. Сегодня я продолжаю свои видео. Тематика наших видео это как попасть в Германию в качестве беженца. И сегодня мы рассмотрим несколько довольно-таки интересных вопросов, которые касаются беженцев. И один из вопросов, можно ли с детьми, несовершеннолетними детьми переехать в Германию в качестве беженца. Итак, сразу скажу, что несовершеннолетние дети в Германии это дети до 16 лет. И если у вас есть такие дети такого возраста, то вы можете их брать с собой при переезде в Германию, при бегстве в Германии в качестве беженца. Если у вас дети уже старше 16-летнего возраста, то они должны самостоятельно подавать ходатайство, чтобы получить статус беженца. Надеюсь, это ясно и понятно. То есть, все легко и просто. Дети до 16 лет, вы включаете свое ходатайство. Дети после 16 лет должны подавать самостоятельно. Следующий вопрос по шенгенской визе. То есть, такой вопрос интересный. Можно ли получить шенгенскую визу и приехать в качестве беженца, чтобы подать родатайство на статус беженца в Германию. Но, смотрите, если вы, допустим, из России приезжаете, да, то довольно-таки сложно получить шенгенскую визу в Германии. Там нужно выполнить, чтобы был ряд требований, в том числе и финансовые подтверждения. Намного легче получить визу любой другой страны, например, Финляндии, да? Например, Финляндии намного легче получить в России. Но если вы прилетите в Германию по финляндской визе, а Финляндия является страной Евросоюза, то, скорее всего, власти Германии выдворят вас обратно в Финляндию, потому что у вас будет виза в Финляндии на основании Дублинской конвенции они вас выдворят. То есть, имеется такая конвенция, и на основании этой конвенции вас выдворят обратно. Поэтому, если вы хотите, как бы, поехать в Германию сухопутным путем, то должна быть немецкая виза. Не более того, только немецкая. Следующий довольно-таки интересный вопрос. Какие условия проживания в лагерях для поздних, для беженцев? Условия, конечно, там не совсем идеальные. Сразу скажу, что не совсем идеальные. Есть много проблем, но в том, что лагеря для поздних преселенцев и беженцев, которые располагаются в городе Финлянд, довольно-таки нормальные условия. Условия жизни многих лагерей для беженцев далеке от идеальных, как я уже сказал. Скорее всего, на первом этапе пребывания в Германии вы будете жить существенно менее комфортно, чем жили в России. Например, мы рассматриваем переезд в качестве беженца России, Германии, да? То есть, такой пример я для себя выбрал. Это может быть другая любая страна, поэтому я выбрал в России и Германии в качестве беженца. Почти во всех лагерях для беженцев душ и туалет один на этаже. Ну, это условие, в принципе, оно и для поздних преселенцев, которые проживали в городе Фридланде, в лагере для поздних преселенцев и беженцев. Они тоже видели подобные условия, поэтому нужно немножко будет потерпеть. И постоять в очередях по утрам в туалет, и постоять в очередях вечером и утром в душ. Таковы условия. Возможно, вам придется делить комнату с чужими людьми. Это тоже да. Если вы едете один, то, скорее всего, вы будете делить комнату с чужими людьми. Если семейные, то, скорее всего, для вашей семьи выделят отдельную комнату. То есть, надо быть готовым к тому, что в лагере для беженцев будет грязно, шумно, будет полох пахнуть. Скажу да. Почему да? Потому что в тех домах, даже во Фридланде, по своим воспоминаниям, я могу сказать, в тех домах, где проживали беженцы, там было грязно, шумно и пахло. В тех домах, где проживали поздние преселенцы, такого не было. Был более-менее чисто. То есть, поддерживали наши соотечественники, поддерживали все-таки порядок. Однако, причина этого зачастую не в отношении властей. Администрация лагеря для беженцев делает со своей стороны все возможное для обеспечения нормального человеческого проживания. А именно в отношении между собой. То есть, собираются в этом лагере люди разных национальностей. У каждого своя культура, у каждого свои обычаи и тому подобное. Как разговаривают по-разному. Кто-то разговаривает громко, кто-то тихо. И поэтому, именно поэтому будут такие вот проблемы. И, как я сказал, причина в самих беженцах. Многие из них относятся к этому порядку, жилью не с должным уважением. Потому что власти и те люди, которые работают на территории лагеря, они стараются обеспечивать порядок. Но сами беженцы к этому плохо относятся. Так, следующий вопрос, который мы еще раз смотрим в этом видео. Что беженцам долгие годы не дают права на работу. Первый год, после того, как вы подали прошение об убежище и ожидаете решения по вашему вопросу, вы не имеете права на работу. То есть, такого права у вас нет. Вы должны сидеть дома, учить язык. После этого вы получаете право работать только в том случае, если на имеющуюся вакансию не найдется соискателя или соискательница, состоящего в очереди на немецкой бирже труда. То есть, вы по профессии инженер. Приехали в Германию в качестве беженца по профессии инженер. Первый год вы не имеете права работать. А уже потом у вас есть такое право. Вы подаете запрос, заявление на бирже труда, в джоб-центр. И хотите устроиться в качестве инженера на то, либо иное предприятие. Но если перед вами будет в очереди стоять человек немецкой национальности, либо человек, у которого есть диплом, иностранец, но у него уже есть подтвержденный диплом здесь в Германии, то его возьмут в первую очередь на эту должность. А вас уже как бы подвинут в стороночку. Вы будете дальше искать. Поэтому только так. В этом видео мы с вами разобрали три важных вопроса, касаемых переезда в Германию в качестве беженцев. Если вам мое видео интересным было, ставьте пальцы кверху, неинтересным пальцы вниз. Те, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Буду этому очень рад. Для того, чтобы узнать о самых новых выпусках моих видео, где написано слово «Подписка оформлена», имеется колокольчик, нажимайте на него, и тогда вы самые первые будете узнать, узнавать о выходе моих новых видео. Я желаю, в свою очередь, вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в следующих видео. И без байт. Чистос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok